Добрый день, уважаемые родители! Сегодня мы продолжаем разговор об инфекционных заболеваниях, которые встречаются в детском возрасте, о их клинике, о их лечении и о том, как себя вести при встрече с той или иной инфекцией. Мы начнем по порядку с инфекции, достаточно коварной, которая протекает, долгое время развивается, долгое время скрывается под всякими другими вещами. И, в общем, в современном мире мы встречаемся с ней довольно редко, но то, что она скрыта, такая вот коварная, может быть пропущена. Речь идет о туберкулезе. На самом деле туберкулез встречается, я думаю, что чаще, чем мы об этом знаем. и особенно в этой ситуации опасно, это столкновение с этой инфекцией непривитых людей. Дело в том, что раньше мы считали, что туберкулез появляется только в условиях, скажем, каких-то тяжелых, в соответственных местах люди заболевают или в соответственных различных условиях тизовых и так далее, и так далее. На самом деле нет. И это опасная инфекция в том, что люди долгое время могут являться просто носителями возбудителя туберкулеза. Возбудитель туберкулеза – туберкулезная палочка. Иногда ее называют по имени автора, ученого, который ее открыл, палочка Коха. Но, тем не менее, туберкулез может быть, с одной стороны, эта палочка может быть в здоровом организме и заражать других, или человек может уже быть больным. Но еще об этом не знаю. Дело в том, что туберкулез только достаточно коварный, и он протекает под маркой, очень долгое время под маркой различных простудных заболеваний. То есть невысокая температура сначала покашливания, потом какая длительная слабость, снижение аппетита, потери сил, какая-то вялость у человека. Кашель все нарастает, и уже в тяжелых случаях в мокроте появляются прожилки крови и так далее. Но туберкулез может быть не только легочный, о котором мы сейчас говорим. Туберкулез может быть и костный, практически любого органа и почек. И там уже появляются свои структуры, свои клинические проявления, свои какие-то изменения, и своя клиническая картина. Это бывает довольно редко, и мы об этом говорить не будем. А вот о легочной форме мы будем говорить. Почему? Потому что на самом деле туберкулезная инфекция, она поднимает свою голову сейчас. И вот возвращаясь к вопросу о прививках, надо понимать, что непривитые дети, они очень сильно рискуют. Значит, прививка делается в роддоме еще, и достаточно эффективно. Кроме этого, вот сразу хочу, чтобы вы меня услышали, потому что таких вопросов очень много, и каждый раз приходится с вами объяснять по новой, почему-то вот это не воспринимается. Не существует диагностическая проба, которая показывает, скажем так, наличие скрытой туберкулезной инфекции или наличие носительства туберкулезной палочки. Это проба МАНТУ, это не прививка, это именно диагностическая проба. Ну вот анализ крови вы же не считаете прививкой, поэтому в данном случае это тоже. Это проба, которая делается на предплечье, подкожно, и по диаметру вот этой пуговки, которая образуется, определяет, есть ли в организме человека палочка туберкулезная. Человек может не быть больным, но быть носителем, и, соответственно, заражать. Поэтому эту диагностическую пробу делать надо, это в интересах вашего ребенка, и вот по определенному графику она и может быть проведена. Никакой реакции, никакого ухудшения состояния ребенка или никакого изменения она не дает. Единственное, что пробу МАНТУ не надо делать сразу после болезни ребенка, хотя бы две недели должно пройти, иначе анализ, ответ будет не совсем правильный. То есть он будет смазан, она может быть увеличена и за совершенно по другим причинам. И очень важен еще один момент, об этом часто забывают предупредить. В полиглиниках, где делают эти пробы, место совершения пробы нельзя мыть. мыть, тереть, расчесывать. Вот это вы должны следить, потому что изменение вот этой вот пуговки по полу, да, так называемой, она может быть совершенно по другим причинам. И те, кто не знают, что ребенок, скажем, расчесал, поэтому эта вот пуговка большая выросла, вот, и поставит вам диагноз, начнут обследование, совершенно неправомерная, ненужная причина совсем в другом. Поэтому за этим надо следить. И не надо этого бояться. Это в ваших интересах. Так что вы должны быть очень ну, как бы положительно настроены на проведение такой диагностики. В случае, если вот эта реакция МОНТО положительная, нужно обращаться по месту жительства к соответствующим специалистам и разбираться, в чем причина. Может быть, причина аллергической реакции на вот туберкулин, который вводится подкожно. Может быть, причина в том, что у ребенка есть носительство палочки, коха туберкулезной палочки. А может быть, есть причина в том, что ребенок уже заразился и вот скрытый период протекает. Поэтому чем раньше будет начато лечение, тем быстрее будет положительный эффект. На сегодняшний день есть обширная группа препаратов, которая очень хорошо справляется с туберкулезной палочкой. Вопрос только во времени. Чем раньше начинаем лечение, тем быстрее мы достигаем положительного результата. Но это, я надеюсь, нашим с вами детям не грозит, но об этом нужно знать. Теперь следующая инфекция, о которой мы поговорим, достаточно тяжелая. Вот они, скажем, там целая группа даже таких инфекционных заболеваний, довольно часто путается понятие, а это понятие принципиальное, потому что разное лечение. Речь идет об инфекции, которые вызывают стрептококи, их много, разных модификаций, и эти стрептококи вызывают инфекцию, которая поражает ротоглотку, вот это отверстие, и миндалями в области так называемого кольца пирогова, в области рта, шеи, затылка, вот там располагается по кругу группы лимфоидических узлов, и соответственно вырасты лимфоидной ткани, ими тоже называются миндалины. Вот эти вот миндалины, учитывая большое содержание в них лимфоцитов, являются такими вот защитными элементами нашего организма, защищают от проникновения бактерий, одним из бактерий, которые на них нападают, является стрептококк, и заболевание, которое вызывает стрептококк, клинически проявляется в гнойных пробках на миндалинах, это заболевание называется ангина, ангина обычно начинается остро, с высокой температурой, с покраснением горла, зева, и гнойными пробками. И вот здесь мы определимся, потому что очень часто путают. Путают следующее, значит, красное горло, нет налетов, очень красное горло, температура, нет налетов, миндалины чистые, это фаренгет, от слова фаренгет, с глоткой, или воспаление слизистой окружающей глотку, лечится чисто симптоматически. Не применяются антибиотики, это может быть абсолютно вирусное поражение, поэтому лечение местное, обработка горла, растворами трав, раствором концентрация, определенный йодный раствор определенной концентрации, которая очень хорошо влияет на вот эти воспалительные процессы. Плюс полоскание, плюс горячее питье, плюс водочные компрессы, согревающие на горло, и в общем этого чаще всего достаточно, через несколько дней все проходит. Это чаще всего вирусная инфекция. Если к этому добавляется налет, налет белый, может быть, тяжело снимаемый и так далее, налет на языке и на поверхности окружающей горла, чаще всего это тоже вирусная инфекция, к которой присоединились какие-то грибковые наслоения за счет снижение иммунитета, они себя проявили. Здесь тоже не нужны никакие антибиотики, здесь применяются только местные средства, травы, ну, очень неплохо, если нет аллергии на мед, смазывать места налетов медом, очень хорошо очищают и снимают боль. В этом случае, несмотря на температуру и так далее, антибиотики, в принципе, применяться не должны. Есть исключения, если температура держится довольно долго, то где-то больше пяти дней, или вот было состояние вроде лучше, 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 и скачок температуры. В этом случае мы добавляем антибиотики, но не потому, что лечим эту инфекцию, а потому, что вероятнее всего, что какая-то вторичная инфекция присоединилась и ситуация стала достаточно тяжелой, поэтому тогда можно говорить о приеме антибиотиков. В других ситуациях просто нет смысла вы давите полезную флору и не получаете нужный результат. Никакого значения не имеет. А вот когда присоединяется инфекция стрептококковая, вот тогда меняется лечение. И об этом мы с вами поговорим на следующей нашей встрече через какое-то время. Так что, как говорится, не переключайтесь, берегите себя и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...